Дитё моё занимается на джиу-джитсо. Да, ходим, продолжаем, ребята, как же. Здесь, знаете, независимо. Пришёл ты, не пришёл, денежка списывается. Да, даже если болеешь, даже если какие-то праздники. В общем, всё это без разницы. Так, ребят, я, короче, не знаю, почему у меня сегодня ногти отваливаются. Не понимаю, может быть, я слишком много лосьона нанесла на тело. И от этого жира, знаете, ну как, от крема. Хотя я вроде обезжирена. Запасные ногти в случае такого эксцидента. Так, что хочу сказать. Очень много мне писали, ребята, по поводу того, что... Ира, куда вы собираетесь переезжать, в какой штат, когда, за червых. Я вам, ребят, откровенно скажу, что переезжать я никуда не хочу. Но проблема в том, я вам уже говорила, что Нью-Йорк – это либеральный штат. Причём очень либеральный. И, понимаете, сейчас вот эта ситуация, которая творится с эмигрантами, она просто катастрофическая здесь, в Америке. То, что творится вот в Сан-Франциско, нам показывают в новостях, это ужас какой-то, ребят. Вы можете себе представить? Она боится приезжать на разборки. Потому что эти люди, ну, эти эмигранты, нелегалы, они там устроили полный бардак. Да? Воруют. Лезут в дома, лезут в магазины, разрушают там всё. Ой, те люди, которые, как мы с Джоном, да, которые работающие, которые на халяву здесь вообще ничего не получили. Помните, ребят, здесь кто работает, кто пашет, кто всё делает, вкладывается и старается, ничего он на халяву здесь не получает. Ну, вообще ничего. Здесь на халяву получают халявщики, которые ничего не делают. Вот почему такой абсурд? Те люди, которые реально держат эту страну, они не получают никаких бенефиций. Ой, ребят, много всего, много. Начиная с того, что вот у детей такая идёт новая программа, внушение, непонятно чего. По поводу переезда, куда? Ребят, на самом деле мы рассматриваем несколько штатов, как и многие американцы, которые хотят свалить из либеральных штатов. Конечно, в первую очередь это штат Флорида. Да, но во Флориде тоже сейчас очень много проблем начинает. Очень сильно подорожала страховка на дома. Понимаете, потому что идёт такое колоссальное разрушение. Вот. А раз её подняли, значит, разрушения будут ещё больше. Конечно, Флорида хороший штат, красивый, но там очень жарко, ребят. Для меня, для Снегурочки, русской, очень жарко. Не знаю, смогу ли я там жить. Понимаете? Этот вопрос меня, конечно же, волнует. Неготочки. Вот. Второй штат. Тоже тёплый штат. Северная или Южная Каролина. Там, конечно, шикарные пляжи. И люди купаются. Конечно, могут акулы приплыть, но я не слышала. Были такие случаи, не были. Я знаю, там очень много русских. Да, очень много. Потому что дешёвые дома, можно хороший дом купить там, я так понимаю, за 300 тысяч долларов. В хорошем районе. Вот. В Нью-Йорке, я вам сразу говорю, старый, облезлый дом, вот вообще просто, который требует колоссального ремонта, ребят. Ну, во всяком случае, где мы живём? Нью-Йорк большой, да. Мы не можем говорить за весь Нью-Йорк. А вот там, где мы живём, ребят, самый замызганный, старый, убитый дом будет стоить полляма. Представляете? Вот такие цены. То есть, если вы покупаете такой дом, то вам ещё надо как минимум 1300, чтобы ваш дом стал таким, каким вы хотите. Такие здесь цены. Поэтому я не знаю, ребят. И мы вот сидим, думаем с Джоном, потому что, ну, как бы, вся эта ситуация с инфляцией, ну, вообще со всем вот этим вот. Сами понимаете. Я уверена, ребят. Вот знаете, вот, опять же, кто-то там, ты сидишь, жалуешься, вали, вали, задолбала жаловаться. Я говорю, вот эту ситуацию описываю, которая происходит у американцев. Не то, что они там сидят и жируют, и радуются, что вот так вот всё. У них тоже, у всех жопа горит. Да-да-да, все по уши в этих кредитах, многие выплачивать их не могут. Вот я недавно со своей подружкой разговаривала, американкой. Я вам её покажу. Так вот. Она говорит, я вообще не могу ничего позволить. Она живёт со своим папой, да, с дочкой. Вот так. Работа у неё не так уж такая крутая. Много не зарабатывает. И она говорит, я не могу купить себе жильё. Сама одна. Не может. Американка родилась здесь. Да. Поэтому жизнь становится в Нью-Йорке очень такая тяжёлая. В материальном плане, в моральном плане. В отношении к детям. Вот этот абсурд, который навязывают на каждом шагу. Вот буквально недавно, ребят, сейчас пожалуюсь вам. Да, пожалуюсь. Села с ребёнком посмотреть мультик. Не буду называть название. Может быть, кто-то смотрел, у кого дети. Хороший мультик, знаете, вот, ну, там типа про то, что сейчас все тинейджеры, ну, вообще все дети в этих айпедах, в телефонах. Вот, и там типа семья. Мама, папа, мальчик, девочка. Папа, видно, американец. Мама, ну, мне кажется, латиноамериканка. Ну, и дети тоже. Девочка похожа на маму, мальчик на папу. Но суть не в этом. На протяжении всего этого мультфильма пускали вот эти вот разноцветные штучки. И у неё тоже значок был здесь такой, что она типа за них. Понимаете, я не то, что хочу сказать, что это как-то неправильно или что-то ещё, но я не понимаю, для чего весь мультик, вот это вот, знаете, они как сделали, как будто бы она там о чём-то подумала, и сразу вокруг радуги. С какого перепуга они сразу же вот возникают. На протяжении, ребят, ещё раз повторю, всего мультфильма. А фильм, по-моему, сколько он? Ну, полтора часа, где-то так. Ой, ну и там типа телефон захватил Америку, и они там боролись, там тролевали. Вообще сюжет интересный. Да, очень интересный. То есть получается так, что вот это поколение, как мы, старики, и вот это новое поколение, мы друг друга не понимаем. То есть они все в телефонах, в айпадах, в компьютере, в интернете, а мы вот всё стараемся всё-таки по старинке. Ну, в общем, такой интересный мультик. Днёмся к переезду. Так вот, чем мы собирались переехать, ребят, ещё два года назад? Только всего произошло, что мы ничего не смогли сделать. Ну, во-первых, у него мама болела, мы, соответственно, постоянно должны были быть рядом. Потом это пандемия, потом ещё, потом ещё, и, в общем, много всего. Да. А теперь вот, инфляция, и Джон говорит, не знает он, что делать. И по поводу страховки. Подорожала очень страховка, да? И медицинская, и вот я вам сказала, на дома. Home insurance она называется. Также подорожала страховка на автомобиле. Но это во Флориде. Есть ещё некоторые штаты, более такие спокойные. Ну, как сказать, многие не знают о них, не едут туда. С одной стороны, хочется переехать, а с другой стороны, так подумаешь, мне кажется, везде одно и то же. Да. Поэтому ответить на ваш вопрос, ребят, кто меня вот упорно так спрашивает, я не могу. Мне Нью-Йорк очень нравится. Единственное, что мне не нравится, что у нас вот последний год не было снега. Вот это меня очень разочаровало. Да. Будем надеяться, что в этом году будет снег. Иначе мы поедем на Аляску. Да-да-да. А чё? Там снег есть. Так, ну что, ладно, ребят. Я думаю, что у Дэвида уже занятия закончились. Пойду я его встречать. Моготочки готовы. Я красавица. Да, да. Для тех, кто вечно говорит, что я там такая-сякая, стареющая, немолодеющая с каждым годом. Ну, а чё поделаешь? Так нас устроила природа. Девочки мои красавицы. Ну и мальчики мои хорошие. Всё, я побежала.